Приветики, пистолетики! С вами Аня из Майами. Не из Майами, в общем, с мокрой головой, без макияжа, еду на работу. И сегодня будет влог! Ура! Я соскучилась. Ну, конечно, мне приспичило снять влог тогда, когда я решила не краситься, я решила... Я сегодня решила, посмотрела на себя, думала, я такая бледненькая, у меня какие-то красные пятна, добавлю яркой помады, чтобы это, знаете, приукрасить. Вот, так что я извиняюсь, кому очень некомфорт смотреть на людей без масок, без фильтров и без макияжа, но мне очень нравится. А я тут, как говорила в прошлом блоге, занялась, а я не знаю, кстати, опубликовала его или нет, мне кажется, я даже не опубликовала. Занимаюсь своей кожей, я, в общем, и я перестала загорать абсолютно, живя во Флориде. И пользуюсь санскрином, и у меня нет ни одной полоски от загара. Это прям очень круто, я этим очень довольна, потому что я тут, значит, ввязалась в борьбу с пигментацией, со старением, сохранением кожи. И вот, в общем, белая. Мне кажется, я такой белой не была даже, когда жила в России. Вот, обмазываюсь санскрином с утра до вечера, и начала еще ретинол, потому что, когда ты пользуешься ретинолом, то надо обязательно защищаться от солнца, иначе вылезет больше пигментных пятен. У меня начала ретинол, и у меня вот, кстати, такая себе реакция, у меня вот подбородок сыпет прыщами, хотя никогда раньше не сыпала. Вот, ну, в принципе, кожа мне нравится. Надо убрать только шрамы от прыщей, вот они, вот эти красные точки дебильные. И будет вообще красота, белоснежка. Мне нравится, мне нравится, мне кажется, мне подходит. Ну что, добро пожаловать в мою квартирку-офис. И сегодня, как назло, дождик. А вообще очень красиво, солнечно. Вот у нас такой бассейн классный, целых два. Вот, сейчас буду приступать к работе. Ну что, я провела Zoom с командой. Кто не знает, у меня диджидал-маркетинг-агентство. Они в основном без меня справляются, что мне очень нравится. Но у нас клиент открывает новый магазин, потому что у него прошлое так хорошо с нами идет. И вот он открыл новый, тоже хочет с нами. Я новых клиентов не беру сейчас, потому что, потому что. Короче, не беру клиентов, потому что у меня уже очередь, у меня команда заполнена. И мне либо набирать новый поток клиентов, новую команду. Вот, и я пока вот готовлюсь к этому. Делать, не делать, не знаю. В общем, не суть. Здесь не про работу. Никому не интересно про работу, как я выяснила. Но это огромная часть моей жизни. Короче, провела звонок. Клиент открыл магазин одежды для собачек. Это прям милота невероятная. В Америке так собак любят. Просто собачья жизнь в Америке — это вот кайф. Это то, что ты себе планируешь, как ты себе планируешь жить в кайф — вот это собачья жизнь в Америке. Вот. Записала последний урок моего курса SMM. Кто не знает, у меня курсы SMM в США. Я ничего вам сейчас не продаю, потому что следующий поток только в сентябре. Не пугайтесь, если вы пугаетесь, что я вам что-то продаю. Вот. Написала план дальнейший. Обычно я на первом кадре «Привет, как дела? Сегодня будет влог». Вы знали бы вы, сколько я такого записала. И потом я работаю, пишу, что делаю, кто-то звонит, и уже вечер. Ничего не показала. Я начала ходить на пилатес. Я стараюсь вернуть медитации и вернуться немножечко добавить обратно той Ане, которую кто-то из вас начинал смотреть. Потому что, если отслеживать по моему блогу, начинала я вообще как блондинка, который битый по башке. И она такая «О, радуги, пони». И она такая «Титил-путил». Очень мило. А потом я стала такая вот очень-очень серьезная и по внешнему виду, и по делам. Но, собственно, жизнь меняется, и мы меняемся вместе с ней. И сейчас я поняла, что надо как-то вот попробовать смягчить обстановку. Потому что даже я видела на видео, я говорю, так, туда-сюда, поехали, бежим, достигаем, мамонта убиваем, бегом. Вот такая вот от меня энергия. Давай, 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 давай. И многие как раз и не идут, потому что я вот мотиватор. Давайте все сделаем сегодня и сейчас. Зачем ждать? И поняла, что я в последнее время начала очень восхищаться. Мне очень нравятся люди, которые… Сейчас настроюсь. Которые спокойные, которые расслабленные. У них такой, знаете, очень мягкий вайп. Вот у меня есть подружки. Они такие все… Вот, и я поняла, я очень восхищаюсь людьми, у которых есть то, что нет у меня. Которые умеют то, что нет у меня. В каждом человеке это есть. Видите, я стараюсь вот эту вот часть, которой у меня нет, себе как бы тоже применить. При том, что человек может быть там в целом, предположим, это не мой идеал, не то, к чему я стремлюсь. Но вот эта вот часть, я считаю, что мне вот нужна редкая. Поделись, пожалуйста. Ты такая вот спокойная, размеренная. Расскажи. Как? Про меня никто не говорит, что я спокойная. Вот. Я думаю, и вот я решила немножечко попробовать там, не знаю, женская энергия, там дыхание маткой, что-нибудь такое. Вот давайте меня куда-то вот, куда-то вот туда в легкости. Вот это вот все. Тю-тю-тю-тю, бабочки. Ну, я стараюсь, стараюсь. Это процесс, процесс, процесс. Вот. Потому что, если у меня какой-нибудь опять достигатор чего-нибудь нового вот не приждет, то с помощью там медитации и перестройки взгляда на жизнь, я думаю, я к этому дойду. Я приехала домой, у нас тут темно из-за дождика. Вот Декстер, скучали. Кто скучал? Ну, Декстер, естественно. Кто скучал по Декстеру? Вот он. Зивой, довольный. Ну, покажись, Декстер. Я его подстригла, он теперь худым выглядит. Вот, я пришла домой, покушала, что-то была голодная, кучу всего в себя запихнула из еды. И теперь сижу, жалею, переела. Вот. И сейчас поеду за Тимкой. Я оделась уже, поеду за Тимкой, потом надо будет накраситься. Все-таки сегодня, я забыла, у нас в Бокаратон ивент русскоязычных бизнесов. Вот. И у меня там, у меня мама работает в русскоязычном детском саду, в центре детском саду. Они там будут выставляться, подружки мои там будут. В общем, будет интересно сходить, посмотреть. Я забыла, я влог снимаю. Скажешь нам что-нибудь? Я сейчас снимаю? Снимаю, да. Ты хочешь попить битбоксу? Ну, хочешь попить битбоксой. А что еще? Ну, не знаю, может, ты хочешь рассказать. Снимаю, как все чувствуешь? Я вот от этого дождя меня прям рубит, я прям засыпаю. Мне тоже. Я прям вообще с флю одним глазом. Так, я приехала на ивент русских бизнесов в маленьком городе Бокаратон. Вы просто на это посмотрите. Вау! Вау! Помогаем маминому центру, раздаем флайеры. Блин, сложно раздавать флайеры детям, потому что ты видишь детей, а как прилипнуть их родителям вообще непонятно. Здравствуйте, это ваш ребенок. Сейчас расходимся. Смотрите, попробуем. Старенькие часы, еще не бит. Старенькие часы. Старенькие часы. А эту песню знаете? А не знаю. Ужемле вечер, еще вечер, Доброе утро. У нас тут гренки. Утро. Донитес. Вот Декстер тут внизу. Кофе. Кофеёчек. Готовлю гренки. Собираемся в школу. И скоро 8 марта. Всё, Тимка в школе. Я приехала доделать сколько-то дела по работе. У меня сегодня вечером вебинар. И я пока у меня есть милочка, отключила видео и читаю русскоязычный журнал про Флориду. Я в шоке от вчерашнего ивента, сколько это было русскоязычные бизнесы в Боке. Очень много людей. Была со многими рада очень познакомиться. И про очень классно провели время. Такое большое комьюнити. У нас три русскоязычных магазина. Три русских магазина. Один прям большой супермаркет. У меня мама туда постоянно ездит. Я ни разу не была. А в двух других была. Так что у нас навалом сырников, творога, гречки. Конечно, мне кажется, по ценам Х3 от Москвы. Хотя до меня не дошло, что я забыла цены. Потому что я уехала в 2019-м. Сейчас в 2024-й. И когда кто-то из моих друзей в сторис показывает там, типа, о, салат Цезарь 1000 рублей. Я такая, какая 1000 рублей? Он стоил 300. Ну ладно, 350. Но 450 в очень крутом ресторане. Тысяча откуда? А я всё живу вот этими мыслями, что это стоит 350. Вот. Курс доллара, я не знаю. Я перестала смотреть, когда он перешкалил за 100 рублей за доллар. И как бы забила. Потому что меня это уже особо не касается. Вот. Я с мамой, мы так говорили. У меня что-то там брат. Не хочу учить английский. Поеду и обратно. Ну, конечно, езжай. Но фишка для иммигрантов тоже будет интересна. Вот у меня такое осознание, что я вот думаю, я приеду, когда, если. Я-то в голове думаю, что я приеду в ту Москву, с которой я уезжала. А я уехала ещё до ковида. То есть это совсем будет другой город. Там закрыли те рестораны, которые были. Там другие машины, там другая реклама. Там другие места, там встречи, сборов. По там социальным сетям, я понимаю, люди ходят в рестораны. Я таких никогда не слышала. Там где делать ногти, уже не там. Ну, какие-то обычные вещи, да. Я забыла номер своей квартиры. Я забыла. Ну, адрес я помню. А вот номер квартиры, там домофон, который я помнила всегда, родительский. Я не помню. Ну, то есть всё. Вот, и я когда думаю, что вот я вернусь, я понимаю уже, что я вернусь, это будет абсолютно новое для меня место. Ну, то есть где-то там что-то. Знаете, когда вот там пару лет назад ездил на отдых в Испанию, и ты приезжаешь, ну, вроде что-то похожее, но очень много поменялось. Я думаю, что это будет примерно так же. Вот. И цены, конечно. Конечно, я в шоке. Так, говорит, можно купить там очень дешёвые что-то там, то ли трусы, то ли носки, там тоже тысяча рублей. Я говорю, какая тысяча, сто рублей всегда стоило? Как так? Вот. Такие вот у меня осознания. Но у нас тут вот икру рекламируют. Пожалуйста, всё, что хотите. Любой каприз за ваши деньги. Да, у нас прошёл дождь, солнышко, смотрите, как красиво. И вот мне сказали, что вот та вот, вот эта большая яхта, это чья-то русская яхта, вот, и сейчас её продают, и она очень тяжело продаётся, потому что там вот кренделябры, вензеля и вот эта всякая история, что не сильно близко американцам. Вот, но кто-то, кто, значит, в списке тех, кто не допущен к российскому бюджету, вот его лодка, и они сейчас её продают. Вот такие вот у нас слухи Палмбича. Кстати, вот там вот прямо напротив, видите, Палмбич. Один из самых дорогих зип-кодов. Вот там вот, привет, миллионеры, здрасте. Вот они вот в этих лонок уже вот. Вот там вот. Ать, 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 ать. Здрасте, миллионеры. А мы тут, давай посмотрим, вон мои бабулечки-дедульчики вышли плавать. Завтра у нас 8 марта, и мы с девочками идём в спа, в бассейн, и вечером пойдём ещё на ужин, потусуемся, ко мне подружка из Нью-Йорка приезжает, потом я лечу в Нью-Йорк, лечу я в Нью-Йорк, мама летит, потом я лечу, мы с ней там пару дней побудем, и потом обратно. Сначала мама летит, я там ещё денёчек потусуюсь, и тоже обратно, поэтому весна-весна, всё очень классно. Вот, ладно, пошла я дальше работать, покажу вам обязательно 8 марта. Мы пришли с Тимка, его любимые суши, я его сильно много показать не буду, он живёт. Наши суши на районе, мы их очень любим, очень любим. Ну, я вот заказала себе спринг-роллы и суши, и объелась, и не могу больше есть. А ты что заказываешь себе? Самон роллы. А он всегда есть самон роллы на оскеллене. Оскеллен — это такой зелёный лук, они туда плачут. В общем, обычные роллы. Самон, две порции на растущий организм. Ну, ты чего укривляешься? Вот камеру включить, начинается кривляние. Сидел со мной, разговаривал, мы думаем, куда поехать на весенние каникулы, в какой музей. Уже в М1 едем, мам. Уже едем? В М1. В М1? На Формулу-1 мы в Мае идём. Я купила билет на Формулу-1. Ещё летом, то есть в мае, почти за год. Ага. Я уже чарескому. Я вчера вечером умудрилась заболеть. Меня в какой-то один момент просто выключило. У меня температура, у меня заложена носоглотка. Мне мама быстро-быстро там гомеопатию, что надо, дала. Кстати, очень интересно, я вам потом покажу, такие трубочки можно засовывать к гомеопатию. Вот. Я ещё с температурой провела последний вебинар на курсе. Ну, в каком-то неадекватном, наверное, состоянии, мне кажется. Поэтому я девочкам ещё один вебинар проведу. Потому что, ну-ка, провела-провела, завершить-завершила. А вот надо как-то это красиво закончить. И сегодня я проснулась бодряком. Я, конечно, себя берегу. Вот, аккуратненько. Ничего, ничего экстра не делаю. Отменила свой пилатес. Вот, потому что не надо. И сегодня 8 марта. С 8 марта, мои прекрасные девочки. Вы такие замечательные. Вообще, женщины действительно... Вот, девчонки действительно управляют миром. Мы сильный пол. Это уже доказано не раз. Но можно быть и нежными слабыми. В общем, в нас есть всё. Я вас поздравляю. Желаю вам счастья, здоровья, любви. Правду говорю. Будь здоровой. Много-много денег. Много-много волшебства в вашей жизни. Пусть всё у вас будет хорошо. Вот. А я сейчас с девочками еду. Что-то я действительно как-то приболевшая выгляжу. С девочками еду в спа. Меня Машенька, моя подружка, пригласила. В её private club спа. Вот. Мы с Машей, кстати, подружились через мой блог. Она, представляете, смотрела мои YouTube-видео, когда была беременна. Ещё в другой стране жила. И вот мы теперь живём вместе в Бокарапун. Обалдеть. Мне кажется, именно по этой причине я продолжаю вести блог. Потому что столько друзей и знакомств. И я вас действительно очень люблю, обожаю. Со многими подружилась. В реальной жизни встретилась. И просто какие-то потрясающие люди меня смотрят. Честно, благодарна, что я когда-то начала YouTube. Именно за людей, с которыми он меня свёл. Instagram тоже. Да, едем в спа. У нас массаж. Мы посидим в бассейн. Я даже шляпу одела. Я чувствую себя на курорте. Хотя я живу на курорте. Но вообще в обычной жизни так не чувствуется. Вот. У меня там бардак. Надо машину убрать. А то я сегодня за рулём не пью. Девочек буду возить. Везде. Ой, как у меня красиво. Сейчас покажу. И смотрите, передо мной автобус едет. Видно, не видно. Написано Adult Day Care. То есть забота в течение дня о пенсионерах. И изначально Бокаратон считался городом пенсионеров. Пенсия. Что сюда ехать? Что тут есть? И те девочки, которые живут здесь давно, это подтверждают. Но сейчас город молодеет. Много семей. Здесь у нас большой университет. FIU. ФАУ. Ой. Короче, Florida Atlantic University. ФАУ. То есть много студентов. Много ещё людей, которые работают в Форт Лоттердейле. В Паунт-Биче. Они живут здесь, потому что здесь хорошие школы. У нас здесь открылись такие места. Знаете, если кто там из Москвы, тип кофемани. Pure Vida называется. Из Майами приехал. Пилат из Майами приехал. Куча кафешек открывается. Рестораны. Есть где потусить. Клубы. Концерты. В общем, потрясающе. Всё есть. Город молодеет. Такой, знаете, семейный. Семейный, я бы сказала, город. Если вот вы одни, наверное, нужен какой-то город побольше. Ну, типа Форт Лоттердейл или Вестпам. А если вы с семьёй, с детьми, то прям шикарно. Я обожаю Бокартон. Я прям ни разу не пожалела. Хотя я очень переживала, как я перееду в деревню. Ну, это деревня. Но это очень клёвая. Американская деревня. Очень мне нравится. У меня пока нет никакого порыва никуда переезжать. Ну, посмотрим, как жизнь сложится. Но я обожаю Бокартон. Я рекламирую Бокартон. Всем с детьми надо переезжать Бокартон, 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 Бокартон. Мне очень-очень-очень-очень нравится. Как красиво. Как красиво. Вот так вот. Домики, люди живут. Вот тут тоже. Ну, красота. Пока никого нет. Смотрите, какой красивый спал. Как клёво. Прям очень красиво. И тут всё просто есть. Просто обожаю. Просто всё готово. Есть фены, есть всякие полоскалки для рта, зеркало. Всё-всё есть. И сейчас пойдём в сауну с девчонками. Клёво. Так, всё. Мы сходили на спа, поужинали, пополтали. Я приехала подружку. То есть сейчас аэропорт Паун-Бич, смотрите, маленький. Что? Здесь аэропорт. Ну и где оно? Нажли. С 8 марта. Я просто видео снимаю. У меня есть юб-блог. Больше. Дружочек мой, пирожочек. Мы сегодня идём на пляж, и я заехала в русский магазин купить. Творога и сметаны Настя. У неё в Нью-Йорке далеко магазин, а здесь семья рядом. Вот такое у нас прекрасное разнообразие. Я думаю, сырников взять. Можно 4 сырника, пожалуйста? Спасибо большое. Вот вышла из русского магазина с творогом. Счастье иммигранта. Хотя я, кстати, по русским продуктам не скучаю, потому что я их особо никогда и не ела. Единственное, на что у меня... Я вот когда только переехала, я очень скучала по бородинскому хлебу и помидорам. А сейчас меня отпустило. Бывает иногда мне очень хочется кавашиной капусты. Мам покупает. И, наверное, всё. Так что вот прям очень хочется. Наверное, всё. И вот за 4 года в Америке один раз приготовила борщ. Потому что у нас был очень классный кусок мяса. И я купила качан капусты на салат и осталась. Вот поэтому я приготовила борщ. Ну, семья была довольна. Вот. А так на жаре, кстати, вот русская, да, она же тяжёлая такая. Не сильно, не сильно и хочется. Меня просили больше рассказывать про Америку. Но я так поняла, что мне не особо есть что рассказать. Потому что уже... Уже как-то приелось. И очень много блогеров стало. Много русскоязычных ребят, девчонок переехали. Вот за последние 2 года я про Америку вначале рассказывала. Какие цены, как записываться в школы. У меня это есть на YouTube-канале. Я пропустила на YouTube момент, когда я покупала машины, оформляла страховку. Но, опять же, сейчас очень много информации. Очень много. Намного больше, чем когда я приехала на YouTube, на блогах. Как, что сделать. Это очень радует. Потому что многим, надеюсь, будет проще. Но вот мне про это уже рассказывать не интересно. Вот. Я больше, знаете, про свою работу. Единственное, что могу поделиться своими заметками. То, что я замечаю разницу с американцами, разницу с менталитетом в языке, разница в обучении. То есть, вот какие-то такие вещи я замечаю, которые не то, чтобы сильно применимы тем, кто только переехал. Да, ну у нас только вот тепло буквально последнее, последнюю, наверное, недельку. Все, мы пришли с пляжа, помылись. Сейчас пойдем в ресторан кушать, гулять. Вот. И на этом я завершаю влог. Спасибо вам большое за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok